приветствую всех на своем канале давно собирался выпустить ролик на подобную тему прошлом месяце я обращался ко всей цивилизации с попыткой дать шанс спастись хоть кому-то неизбежной катастрофе но человечество так устроено пока гром не грянет мужик не перекрестится в общем цивилизация успешно затягивает себя в омут бездны но сегодня не об этом все и так предрешено о чем я вас предупреждал еще пару лет назад в этом выпуске поговорим о средствах передвижения что удивлены но я же не просто так заглаял выпуск про некие интересные элементы автомобиля для чего вообще существуют подобные механизмы для комфортного и быстрого передвижения нужного тела или груза от точки а в точку б причем желательно с наименьшими затратами и максимальной эффективностью то есть берется какая-либо потенциальная энергия видит дров ветра движения воды в горючих веществ и тому подобное как-то преобразуется в необходимую энергию которая заставляет передвигаться это самое тело в электромобилях все гораздо проще берется аккумулятор с залитой туда энергией и по проводам подается прямо на электродвигатель с другими девайсами несколько сложнее но суть абсолютно та же берется что-то с запасенной энергией и при помощи соответствующих технологий извлекается для преобразования его в движущую силу дровишками греем котел пуская пар бензином газом спиртом самогоном коньяком выбирайте по вкусу или чем-то подобным впрыскиваем смешивая с воздухом и поджигаем цилиндрок двигателя побочные продукты горения стравливаем выхлопную трубу и вот совокупность всего этого мероприятия заключается в оптимизации преобразование взятые определенной энергии и получение конечного результата передвижения нашего тела на расстояние а знайте что делают разработчики и конструктора подобных передвижных механизмов открою вам огромный секрет только для вас они целыми днями возможные ночами трясут бензобаками бьют их об стены топливные трубки закручивает пружины с левым или правым спинам создают целые лабиринты под автомобилем бензонасосы заставляет работать в торсионном режиме совмещая фазы лунного затмения с фазой впрыска топлива добивается скалярности выхлопа и совмещение уровней генерируемая при этом звука с вибрациями шумана особо дровитые фибоначат инжекторы и карбюраторы доводя до белого коленя вот только как ездили автомобили от 60 до 120 километров в час сто лет назад так и ездят разве только немного экономичнее стали до удобнее а чего притихли я что-то не то говорю так если все вышеперечисленное тайное действие перевести на язык вихревых энергий так именно этим вы и занимаетесь да да уважаемые именно к исследователям и разработчикам вихревых технологий для медицинских целей да и других направлений типа бтг я сейчас обращаюсь вот этим вы и занимаетесь уже почти 10 лет трясете бензобаки создаете сложные узоры топливопроводов издеваетесь над бензонасосами насилуете инжекторы а какие произведения и космические трели вашими усилиями создаются на выхлопе отработанных газов осталось только еще чуть-чуть с запахами поработать и нюхайте свое удовольствие подкорректируйте терминологию получите то что вы есть сейчас вы тупо с бубном и эслографом шаманите вокруг обычного тора состоящего из скрученных проводов вынюхивая и выщупывая некие зачатки электрических составляющих о которых вам еще в школе поведали более 100 лет назад никола тесла случайно обнаружил некий целительный эффект от того что нетрадиционно подал электрическую энергию на два провода скрученный в пучок или кольца то есть он взял энергию и пропустил ее через два не соединенных вместе проводника ключевое тут не соединенных а еще встречных при этом получился минимум электромагнитные и радиус составляющие но зато появилась беспроводная энергия которая каким-то образом положительно действует на живые организмы и еще проявляет себя беспроводной электрической напряженности вокруг этого пучка проводов а еще зажигает различные световые прибор на расстоянии вероятно он не стал подробно разбираться с полученным явлением оставил как есть только зафиксировав пред каких обстоятельствах такое происходит у него же были явно не медицинские цели требовалось обеспечить весь мир дармовой энергии уже несколько лет я пытаюсь сбить в ваше сознание что ваша возня давно зашла в тупик еще тот же георгий лоховский я же рассказывал кстати мой земляк так и не поняв сути но схватившись за подобную исцеляющую странность десятилетиями безуспешно пытался улучшить свое медицинское устройство основанное на высоких электрических разрядах в силу своего однобокого мышления все направление усовершенствования он видел в неких резонансных свойствах дробленных на составляющие и изощренные подачи очень высоких напряжений конечно усовершенствовать установку у него не получалось и он даже привлек было к совместным истязанием самого никола теслу итог оказался тем же а воз и ныне там кстати попалась недавно мне в руки описание кандидатское по поводу установки георгия лоховского некий русской андрей в 2017 году пытался довольно скрупулезно разложить на составляющую установку лоховского и выдать уже свое мировоззрение пробежавшись по этому опусу я только саркастически ухмылялся все те же грабли ссылка на этот труд в описании познакомьтесь надеюсь в конце моего ролика вы наконец поймете всю наивность подобного шедевра я вам сейчас скажу самую ужасно страшную вещь ой лучше закройте уши вы это не переживете то что вы столько лет свято считали резонансом во всех торах таковым не являются в этом торе нет тех процессов которые в традиционном понимании могут считаться резонансом этот преобразователь энергия работает примерно та же как и обычный двигатель внутреннего сгорания да что там просто как обычный электродвигатель для особо глухих и тормознутых я уже в сотый раз повторяю это не катушка сколько лет я уже вас долблю это не индуктивность и не контур да она похожа с первого взгляда на катушку но обычный ленточный конденсатор тоже похож на нее вот все та же камера сгорания в двигателе есть тор в котором происходит переход из одной энергии в другую и нет никакого резонанса в том понимании в котором пытается представить себе традиционники разве в камере сгорания двигателей добивается резонанса наоборот всячески от него избавляются иначе уйдет в разнос или будет то есть и так что с подушек выскочит так как вы получите только разрушение взгорание топлива происходит оптимизация условий преобразования энергии главное настроить чтобы не было позднего или раннего зажигания вам же должно быть это известно но вы пытаетесь электродвигатель бензонасоса крутить в разные стороны топливные трубки завиваете спиральными и скручиваете в узлы конечно если очень умудрится то это может серьезно повлиять на режим работы двигателя вероятно даже сможете управлять оборотами коленвала в штанах глушителя пытаетесь найти некие бубенчики и ими поиграться в самой камере глушителя создаете хитроумные лабиринты и конечно сам двигатель отреагирует на это истязание что вы фиксируете на своих приборах считая что это точно как-то поможет улучшению можете даже в неком воспаленном понимании управлять работой двигателя просто затыкая выхлопную трубу хотя почему можете вы так и делаете но это же маразм правда в двигатель создаются идеальные условия для идеального взрыва ничего более там не происходит чем взрыв идеальнее тем идеальный результат где вы там резонанс видите цикличность на холостом ходу и максимальной скорости отличается в десятки раз а электродвигатель вы подаете некую мощность на щетке допустим 100 ватт если двигатель на это рассчитан то произойдет сильнейший толчок все тот же взрыв и произойдет преобразование одной энергии в другую ну если поданная мощность будет в 10 то он даже с места не тронется знаете в эпоху теслы и лоховского когда еще не существовал электронных инверторов были механические применялись полевых условиях например подавался токс аккумулятора двигатель вращался а на вторичных обмотках получали необходимые напряжения допустим на ламповые радиостанции сейчас современные фейкодрочеры подают подобное старинное устройство как бтг прошлого но как не банально но сей механизм всего на всего мотор генератор преобразующий один вид энергии в другой вот и у нас происходит просто преобразование одной энергии в другую то что вы так упорно пытаетесь использовать и в хревой медицине является эквивалентом камеры сгорания поршневого двигателя где энергия взрыва переходит в энергию движения именно вы стараетесь эту камеру прикладывать к проблемным местам конечно многие должны были заметить что я всегда рекомендовал как бублики так и плоские торы держать на некотором расстоянии все потому чтобы на организм действовали не процессы преобразования энергии эквивалентное сгорание топлива в цилиндрах а сама уже преобразованная энергия и уже три года с тех пор как показал и подробно рассказал про мною созданный энергопосох всячески доказываю вам что надо использовать не конгломерат процесса преобразования а уже само преобразование мои многочисленные разработки как сам полосах жезлы гибриды вот такие накладки спиральные излучатели они все почти исключают влияние энергии самого тора может кто-либо помнит как я возмущался с одной разработки виде коврика когда тестировал комплект от биолиса там тупо разложили тор по плоскости сделав его гибким а надо было вообще из использования исключить сам тор моей практике в несколько лет и в той же практике многочисленных повторений по моим описаниям во всем мире уже доказали эффективность именно такого применения без использования в лечебном процессе самого тора самым ярким примером является энергопосох его используют на расстоянии 30 сантиметров до метра а по растениям и птицам вообще бывает на пару метров и более у меня уже третий год огромная груша во дворе плодоносит так что лопатами разгребаем а посох стоял более чем на пять метров курятниках подвешивают под потолок так куры перестают вообще болеть а яйца несут в полтора два раза больше весом ладно бог с ними с этими яйцами не только с ними за счет целительной энергии происходит удивительное преобразование я вам очередной раз постараюсь показать на практике и в аналогии как же на самом деле получается необходимая для нас энергия буду объяснять как для домохозяек вот реальный пример подобное уже множество раз показывал но сейчас застрю внимание на аналогии с двигателем вот бензобак с горючим аккумулятор или что-то такое что вырабатывает энергию не имеет значения главное есть какое-то горючее вот тут инжектор или карбюратор или форсунки выбирайте что хотите а вот камера сгорания можно даже условно назвать ее реактором в котором происходит взрывные процессы даже как в камере внутреннего сгорания почему так об этом позже вот тут вы видите 17 различных индикаторов измеряющих два вида энергии 9 измеряют чисто беспроводную энергию то есть которая нам необходимо а 8 процесс сгорания в камере один индикатор комбинированный показать за то и другое дам тут более 110 светодиодов как видите я подаю горючее срабатывает у нас карбюратор или что там еще и на реактор или камеру внутреннего сгорания поступает какая-то энергия соответствующем виде там замешанные перемешанную еще что-то с ней делалось в итоге мы получаем переход из одного вида энергии в другую вот все эти индикаторы нам показывают только то что происходит в самом реакторе то есть вот этот переход вихреобразный от проводной энергии беспроводную сопровождается вот такой работой а вот здесь мы уже видим чистоту энергию которые нам необходимы и в которой мы в общем то нуждаемся ну вот у нас не совсем ярко эти светит вот пожалуйста да вот эти все светодиоды вот в этом виде примерно потребляет где-то 200 300 милливатт сама установка выдает вот этот карбюратор или генератор выдает чуть меньше одного ватта энергия сюда но так как это высокая то вот здесь идет преобразование тоже очень хорошие поэтому мы будем считать примерно ватт здесь и можем получить но в данном случае здесь где-то 200 300 милливатт это я все посчитал уже свое время вот эти свет на светодиоды все засвечивают вот например есть я дотронусь сюда то этого еще добавим от сотню милливатт ну вот у нас тут эти плохо горят пожалуйста можем засветить получше это им тоже все показывал ну или можно вот так все это вы тоже видели вот 200-300 милливатт свободной энергии вот здесь вот где-то как-то происходится вот это просто проводящие углеродные волокна китайцы их производят как нагревательные элементы как видите прозрачные тоненькие волокна как нагревающие элементы вот они сюда подается на какое-то напряжение 2-3 вольта они где-то 5-10 ом примерно по-разному бывают сопротивление имеют и вот соответственно как нагревается можно использовать для нагрева прогрева например в перчатке засовывается ну или куда-то еще в ноги в обувь это нам не важно факт то что вот довольно тонкая изолированная и можно делать различные фигуры и вот в этой установке я их последовательно соединил вот с одну сторону другую сторону и здесь вот можно манипулировать как угодно ими дополнительным вот теперь можем посмотреть я можно вот я вам уже показал что увеличивается мощность так выделяемые можно вот так вот показать как видите тут фонарики за уже засвечивается довольно мощно вот сейчас можно где-то наверно здесь уже и пол ватта засвечивается если так примерно посчитать но тут идет переспределение энергии конечно и вот если мы это все уберем мы уже не видим реактором как он работает вот оставлю только это пришел здесь от боковое это как раз уже статическая то есть вот эта энергия и как видимо она не засвечивает ничего тут вот видите я вот могу тут гулять ходить нету энергии той здесь другая энергия и они не перемешивается друг другом в этом заключается суть как я вам уже говорил здесь происходит преобразование энергии которые нам не нужна при помощи этого реактора условно и и при помощи процессов происходящих внутри этого тора мы получаем на внешнюю сторону нужную необходимую энергию конечно здесь тоже эта энергия присутствует так как она преобразовывается но дело в том что она здесь находится в зажатом концентрированном виде и смешана с той энергии которая нам не нужна нам нужно только это если например взять плоские торы то так как там есть некоторая размазанность поэтому вот такие индикаторы там срабатывают уже потому что она распластана по плоскости и вот это вот энергия она уже может оттуда потихонечку выходить здесь больше идет само преобразование чем-то энергии которая нам необходима в итоге как я уже вам говорил вы просто-напросто вот этот реактор прикладываете к телу где происходит процессы вам абсолютно не нужны как результат в особых случаях тяжелых особенно онкология ну какие-то вот по бочке и вылазит почему потому что вот эта энергия она не нужна нам на вашем даже наоборот она вредная вот здесь вот я вам почему всегда и везде вот какие установки я уже сколько раз я вам показывал вот видите разделено тор находится отдельно вот этим я пользуюсь и все мои пациенты пользуются именно вот этой стороной это не используется я вам показывал вот такие же злым ну про посохи то вы вообще все знаете везде и всюду у меня абсолютно отсутствует взаимодействие вот с этим реактором преобразователем энергия он идет отдельно что это за установка и насколько она эквивалент на чему это я вам как-нибудь другой раз расскажу но то что вы сейчас видите вот это является все чисто энергетической системой которая именно потребляется живой материи любой живу и абсолютно любая биология воспринимает эту энергию как необходимость другое дело что она не совсем тоже чистая потому что нам приходится вот таким методом и и грубым довольно извлекать но тем не менее здесь относительный коэффициент ну или кпд как сказать он значительно выше чем вот здесь вот я убрал сейчас ничего нет самое целительное что здесь есть это вот 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 эти вот излучателем это что мы можем взять с них это и есть необходимая энергия и и подчеркиваю в тысячный раз здесь находится реактор или камера сгорания или преобразователь энергии в более-менее уже чистом виде энергия выделяется вне этой системы и в которой раз повторяю выделенная энергия не имеет отношения к лечебному процессу напрямую любой биологически живой объект поглощает излучаемую энергию и используют ее уже по своему назначению и необходимости вы цветы поливаете в горшке вы же не лечите их водой им просто даете возможность использования по необходимости если у вас растение загибается в темном месте из-за нехватки энергии солнца или просто света вы ставите на солнечную сторону и оно само уже принимает решение в получении этой энергии так же как и беспроводная энергия используется любым биологическим видом по необходимости и вот эту необходимость мы им устраиваем и образуется наша необходимость путем взрывных работ ну как в шахтах наверное но только не резонансом чтобы настроить на нужный лад еще раз покажу наличие освобожденной атаков энергии и напомню что именно в таком виде фактически находится результат добычи вот опять показываю вся энергия я сделал уже три элемента излучающих и вот это уже чистая энергия здесь вот показано еще который исходит из реактора я специально положил на подложку 3 миллиметра толщиной чтобы она показывала как действует на расстоянии убираем это все как действует так вот и вот в этой мы в этой вы Вот такая конструкция обеспечивает полноценную энергию. Древние прекрасно умели пользоваться подобными энергиями, но у них не было электронного оборудования, да и незачем. Им было достаточно построенных сооружений, где они накапливали энергию в хранах, то есть хранилищах. Кстати, кое-где это называется древними цистернами. Сейчас их называют храмами, церквями или чем-либо подобным. Главное, они полученную энергию использовали с умом и по прямому назначению. Почему это было и есть важно для человечества я уже рассказывал в своей серии о древней энергетике, где, кстати, обращал внимание, что на нас нет никакой шерсти, в отличие от животных, и почему. Ну вот, который год некие умники вам расписывают на белых досках несуществующие процессы, происходящие в контуре, хотя показывают упорно на торт со встречными проводами, выписывая виртуозные круги и спиральки, с маниакальным упорством, пытаясь найти общность с другими колебательными процессами. Хотя в реальности нет ни единого соответствия между стандартным колебательным контуром и проложенными встречными проводами. Физические процессы происходят совершенно разные. Как итог, в колебательных контурах при резонансе вы получаете или приемное устройство, настроенное на определенную частоту, или передающее. Вот, например, раритетно-резонансный контур для настройки выходного каскада военной радиостанции. Кстати, вероятно, кто-то из ваших дедов разрабатывал керамика, серебро. Вот тут был аттенюатор для настройки определенного диапазона частотозадающим конденсатором. Вот тут колебательный контур сделан по науке. Катушка и параллельно переменный конденсатор. Все тщательно экранировано и герметизировано. При генерации, войдя в резонанс, волна бьется строго в заданном промежутке между витками. Вот у нас контур. Вот сюда подается генерация. Пример с детства качели, где для равномерной раскачки вы слегка подталкиваете ее в такт. Но если не попали, то качели останавливались. То же самое, если затронуть струну гитарии. Вы тронули, и она колеблется с затуханием. Маятник туда же. Все это те же процессы, происходящие в традиционном контуре, настроенном на определенную частоту. В идеале мы подали импульс, и он будет бесконечно пульсировать внутри. Это как запустить в космос болванку, и она будет миллиарды лет передвигаться в пространстве, вероятно, постоянно вращаясь, пока на пути не встретит болванку побольше или столкнется. Но наш ТОР работает совершенно по другой физике. Вот здесь напрямую используются резонансные свойства для достижения частотных колебаний. В ТОРе нет тех условий, где происходил бы резонанс. Субтитры создавал DimaTorzok